Мне очень приятно здесь находиться, всегда с этим много очень уверенности. Я хочу поговорить, но я хочу сказать, что я могу рассказать, что я могу поделиться своими личными впечатлениями о неожиданных инновационных экосистемах. Тех, которые возникают в плохом инновационном и инвестиционном климате. Потому что все вы знаете про Силиконовую долину, РУТ-128, то, что есть в Соединенных Штатах, Кембридж в обоих частях и в Великобритании и в Штатах. Но это как бы хорошо для вдохновения. А в реальной жизни, вот в вашей жизни, этот бенчмак не очень полезен в некотором смысле, потому что эти экосистемы формировались много лет. Там чрезвычайно высокий уровень доверия между людьми, чего в России, в общем, пока нет. И поэтому я хочу рассказать несколько историй про несколько другие страны. И две посылки, которые я предлагаю обсудить. Первое, то, что слышится во многих рекомендациях экспертов, правительству, что нужно создать хороший инвестиционный климат, как необходимые условия для инновации. Это рекомендация правильная. Но Кейнс, был такой великий британский экономист, когда ему говорили про долгосрочные процессы, он сказал, что в долгосрочном плане нас всех нет, мы все умрем. In the long run we are all dead. То есть, когда-то мы этого, может быть, достигнем, хорошего инновационного климата, но, может быть, это займет много времени. И процессы реформирования, как импульсы по вертикали, обычно говорят о реформах снизу вверх, или преобразования к сверху вниз. Вот, грубо говоря, инициатива снизу или от доброго царя. Я вам хочу рассказать логику немножко другую. То, что можно назвать inside-out reform или реформы с Богом. Где логика горизонтальная, которая начинается от какой-то части элиты и постепенно эту элиту захватывают. Их нельзя назвать ни снизу вверх, ни сверху вниз. И эмпирическая база моя не столько книжки, поэтому я бы не стал называть этот доклад, хотя книжки я тоже, разумеется, читаю, а сколько личное участие во многих проектах по инновациям Мирового банка практически на всех континентах. И жанр – это притча. То есть я вам могу рассказывать некие притчи, на самом деле, сглаживая некоторые детали. В качестве вдохновения, разумеется, это является Китай и его последователи в общем таком плане, в котором я отношу такие разные страны, как Норвегию и Китай. И если это вспомнить песню известную, вот эти вот преобразования сбоку, о которых я буду говорить, Inside Out Reform, это в общем я его слепила из того, что было. Как на основе того, что есть, можно достигнуть масштабных преобразований? Я начну с преобразований снизу и приведу пример Аргентины, а затем переведу, дальше перейду к некоторым примерам трансформации сбоку, где будет Израиль, Тайвань и также Советский Союз. Может быть, немножко затрону про теорию и какие-то зарисовки для России. Так вот, Аргентина, страна, которая является, если у России есть двойник, то это, несомненно, Аргентина. Двойника, разумеется, нет, но вот если его попытаться найти, то это будет Аргентина. Страна, которому дала миру трех нобелевских лауреатов по биохимии, разумеется, никто из них в Аргентине не живет, но они там учились, получили образование. А страна, которая в 1913 году по уровню дохода населения, на душу населения была на уровне Соединенных Штатов и подавала невероятные надежды, ну, в общем, потом пошла постепенно вниз, но до сих пор по уровню дохода является схожей с Россией и самой-самой богатой страной Латинской Америки. Так вот, я хочу обратить внимание, что там есть, вот в этой ужасной экономике, в которой нет даже статистики. Государственный статистический орган, в общем-то, придумывает статистику для того, чтобы она лучше выглядела. Поэтому в официальных данных статистики просто нет, ее приходится, так сказать, как-то восстанавливать. И происходит масса разных вещей, тем не менее есть масса очень динамичных инновационных кластеров. Я приведу только три для того, чтобы дать некое понимание о разнообразии этих вещей. экспортный кластер винного производства в Мендосе, который за 10 лет захватил 2% мирового рынка вина, что очень немного, и очень активно и быстро развивается. Это при том, что в соседней провинции Сан-Хуан, в которой абсолютно те же институты и абсолютно те же природные условия, ничего не происходит. То есть вот они как бы остались там, где были, а вот Мендоса захватила 2% рынка, и скоро уже будет 3%. Создалась индустрия машиностроения для точной безотвальной вспашки. Безотвальная вспашка на самом деле впервые была применена в Советском Союзе на целине. Это когда выстреливается зерно в землю, и без плуга это все происходит. Это очень важно там, где ветер и эрозия почвы. Поскольку это все выстреливается с аппаратов, которые управляются со спутника, зерно нужно выстрелить в землю под определенным углом, понимая, каковы свойства почвы, и так далее, и так далее, то это то, что называется digital platform. То, что вот в многие из них вы работаете. Вот Аргентина вместе с Бразилией в этом деле являются мировыми лидерами. И третий пример – это кластер по производству, и дизайну, и производству ядерных реакторов для научных целей, а также спутников. Вот Аргентина их умеет производить и делать. Я помню, что мы были с небольшой такой поездкой в Южную Корею, и мы пришли в Кайст, где у них один из таких реакторов стоит. И вот Корея, корейцы нам с невероятной гордостью сообщили, что вот они только недавно научились их делать. А потом вдруг погас свет, и что-то там произошло. После чего российский участник сказал, так мы их давно делаем, и аргентинские солны, мы тоже. То есть вот каким образом в такой стране, в которой, в общем-то, очень слабые институты и коррупция являются образом жизни тоже, как и во многих странах. Тем не менее, в такой невероятной стране возникли три таких динамично развивающихся кластера мирового уровня. Вот это некий вопрос. Я это называю натуральными экспериментами, потому что возникают некоторые процессы снизу, коллективные инициативы, без прямой адресной поддержки государства. То есть они как бы как росточки через асфальт растут, их никто особенно не поддерживает. Натуральный эксперимент. Потом я задам вопрос, а что будет, если в духе кто-то поддержит? Это другой вопрос. Так вот, на примере Аргентины, не забывайте, что это притча, да? Первое. В объятиях не душат. То есть центральному правительству не до того. Нет прямой поддержки, но нет контроля и опеки также. То есть вот если губернатор провинции Мендоса каким-то образом решил развивать винный кластер, то ради бога пусть. Мы ему помогать не будем, но посмотрим, что получится. А второе. Вот здесь у меня начинают возникнуть проблемы с переводом, потому что тот термин, который мы употребляем на английском языке, называется sticky people. People, которые, так сказать, прилипают к тому, что они делают. Это личности, которые преобразуют институты в любом месте, в котором бы они не работали. Можно их перевести как Ваньки-Встаньки или вот такие вот гумилевские пассионарии. Смысл в том, что как бы не они ждут, когда институты будут хорошими, а они в них в них в новый смысл. Дают им новый как бы смысл. Третье очень важное понятие, то, что эти люди развивают свои поисковые сети. Сочный потому, что в подобного рода условиях не финансовые ресурсы являются главным ограничителем, а люди. Люди, которые помогут сформулировать нестандартные решения проблем. Потому что проблемы все нестандартные. Вот как мне создать, например, центр по дизайну бутылок. А для производства, если вы хотите экспортировать вину, это очень важно. То есть для этого нужно какую-то экспертизу из рубежа завести. Кредитные организации и банки не работают. Если бы можно было взять кредит, я бы взял и так далее. Но его нет. И нужно каким-то образом вертеться. Таким образом поисковые сети. Очень часто подобные поисковые сети выводят на диаспоры, то есть соотечественников за рубежом. Потому что вот эти научно-технологические диаспоры, наши соотечественники, которые успешны, например, в Силиконовой долине, они понимают, как работает система. А там они глобальны. но тем не менее они знают, как оперирует экономика в родной стране. Вот глобальные русские, глобальные аргентинцы становятся почти наверняка участниками подобного рода поисковых сетей. Четвертое это тем не менее вот эти люди, вот эти живчики, они широко опираются на государственные программы. Это некий парадокс, он довольно предсказуемый, потому что программ все-таки много. Государство может быть вас впрямую не поддерживает, но государственных программ, которые можно использовать довольно много. И вот эти сети поиска, они становятся инструментом для выявления неоднородности государства и неоднородности элиты. То есть о чем идет речь? О том, что государство может быть в целом коррумпировано, оно в целом функционирует из рук он плохо, но в нем всегда есть какие-то динамичные сегменты, с которыми можно завязать диалоги, с которыми можно вести дело. Это собственно видно и в России. Вот то, где вы находитесь, это же тоже была инициатива государства. И это пример того, самого исключения из общего правила динамичного сегмента, который развивается несмотря на плохое или скажем так не очень хорошее окружение вокруг. И самый-то главный вопрос, который будет моим главным вопросом в течение всего этого рассказа, это точки бифуркации. вот что происходит, когда включается национальный уровень, когда это становится не просто инициативой какого-то отдельного лица, губернатора, министра или кого-то еще, а вот когда это становится национальной инициативой. Вот тогда в общем-то начинаются интересные вещи. Значит, повторюсь, примеры натуральных экспериментов, которые были локальны и локализованы, но они почти по определению остаются локальными. То есть во всех этих трех примерах это очень успешные региональные кластеры, которые в Аргентине, которые я привел, очень успешные региональные кластеры, которые видны в мировом масштабе, но они, так сказать, не делают погоды национальной экономике. Это опять-таки исключение из общего правила. Как сделать так, что вот эти исключения отрадные региональные стали новым правилом? И вот тут мы переходим к этим самым преобразованиям сбоку, когда отдельные представители очень неоднородной элиты начинают эту самую элиту преобразовывать. И начну я с Израиля, потому что Израиль, разумеется, это образец развития инновационного инновации во всем мире, который тратит больше всех в мире на науку, научно-исследовательные разработки, порядка 5%, это страшная, очень большая, невероятная цифра, там, разумеется, большая доля идет на военные дела, но, тем не менее, Израиль обойти невозможно. И, значит, вот 5 этапов возникновения вот этого очень динамичного кластера инновационных технологий в Израиле. Это первый, когда создается в 69-м году агентство, называемое управление главного ученого, офисов чипсайнтист, очень сейчас знаменитое агентство, нет ни одной страны мира со средним уровнем дохода, которое бы не ездило туда учиться, но тогда оно, в общем, никакого веса и значения в государственной иерархии не имело, но туда был назначен очень уважаемый человек, разумеется военный, потому что речь идет об Израиле, бригадный генерал Яков Ишшак, его уже нет в живых, многих людей, о которых я буду говорить, уже нет в живых, потому что мы с вами путешествуем на машине времени, и он сказал, что да, конечно, в Израиле очень сильна фундаментальная наука, но вот я в этом самом офисе мы будем заниматься коммерциализацией, мы будем заниматься тем, что нужно стране, и то, что может найти применение на рынке, вот ровно то, о чем вы будете думать. Ну, хорошо, пусть занимается, сказали ему, пусть дети в своей песочнице играются, никакого особого бюджета у него не было. Тогда этот самый Ишак, он стучится во все двери, для того, чтобы создать работающие агентства, он стучится во все двери национальные, но достучался он до Мирового банка. Значит, Мировой банк, на самом деле, дает займы развивающимся странам, но в те годы, когда мы же говорим о 74-м годе, Израиль был такой страной. Испания получила много в свое время кредитов Мирового банка, Португалия, Греция, вот эти все страны, Южная Корея, в 60-х, 70-х годах, они были активными заемщиками Мирового банка, в том числе и Израиль тоже. Так вот, кредит в несколько миллионов долларов на создание работоспособного агентства управления главного ученого, он был получен в 74-м году и имплементировался, простите меня за мой ужасный русский язык, осуществлялся, скажем так, потому что мне приходится переводить в обратном порядке, вот 74-го по 84-го год. Обратите внимание, поддержки товарищ у себя в стране не получил, потому что он был на организационной периферии, и вот слава богу, что Мировой банк прислушался и дал этот кредит, это был последний кредит Мирового банка Израилю, после этого страна как бы уже то, что мы называем она graduate, то есть она окончила школу, она уже стала страной с высоким уровнем дохода и уже не смогла по условиям банков не получать никакой помощи. Таким образом, вот поисковая сеть вот этого самого Иштака была глобальная, то есть она привела его в поиске решений для его проблем, она его привела в Вашингтон и Мировой банк. Разумеется, он это сделал с помощью израильской диаспоры в Соединенных Штатах. Не в прямую, но в информационном плане она была полезна. На третьем этапе в 82-84-90-м году начались первые эксперименты венчурного финансирования. Была введена программа Инбальд, которая кончилась полной неудачи. То есть программа потеряла деньги, полная катастрофа. Тем не менее, поскольку это агентство опять-таки находилось на периферии бюрократической машины, то ей было позволено экспериментировать. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно во всем проекте Сколково. Вы имеете право на ошибку. Вас, конечно, за это поголовки не погладят, но в принципе к ошибкам относятся терпимо. В государственном аппарате это просто невозможно. За ошибки вас просто уволят, если не поставят в тюрьму. Скорее всего, поставят в тюрьму, но прежде уволят. Так вот, можно было экспериментировать. А если вы делаете новые вещи, вы же их делаете в первый раз в мире. Может быть, не в первый раз в мире делаете, но про остальных вы не знаете. изобретаете велосипед. Конечно, возникают ошибки. Вот такие ошибки были сделаны, но были извлечены уроки. Из этих ошибок так появилась ныне знаменитая программа Йозма. Йозма это предпринимательство и вот с этого момента венчурное финансирование оно пошло очень быстро вверх. И опять-таки программа Йозма является образцом для всего мира. Российская венчурная компания почти полный тез, который будет говорить во вторник, он будет ее представлять, он вам может про нее расскажет, потому что РВК в какой-то мере использовало также уроки Йозмы. И пятый этап это бремя успеха. Бремя успеха я не буду говорить подробно, потому что вы становитесь слишком важным агентством. Инновации центральные, центральный элемент стратегии Израиля, все знают, что управление главного ученого офисов Chief Scient и за нее ответственны, все влияние политиков и бюрократов на вас. Вам ничего нового не позволяют делать. То есть агентство начинает бронзоветь. это некий такой практически предсказуемый некий цикл жизни. Сейчас это менее интересно. У Израиля есть масса проблем, которые нужно решать. Они построили замечательный кластер информационной технологии, но он практически не влияет на всю остальную экономику. В некотором смысле это ваза на камине. Она красива, но она не греет всю остальную экономику. Кстати, есть разумеется некая опасность этого и всколково тоже. Но об этом мы говорить не будем. Это в некотором смысле уже проблемы успеха. В некотором смысле похожая история создания индустрии венчурного капитала на Тайване. Тайвань начальным условиям 80-х годов. Уже успешная экономика, в которой доминируют многонациональные корпорации и крупные банки. Невероятная утечка мозгов. Примерно 90% студентов, которые из Тайваня, которые отправлялись учиться в Штаты и на Запад оставались там. И утечка мозгов воспринималась как серьезная национальная проблема. Создана к тому времени уже серьезная научная инфраструктура 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 которые никак не связаны с реальной жизнью. Этот кроссворд, он в общем-то похож, его можно увидеть, утечка мозгов, вложение в научную инфраструктуру, которая производит статьи, но не фирмы. вот это можно увидеть практически во всех странах со средним уровнем дохода. Так вот, некий министр без портфеля, мистер Ли, бывший министр финансов, инженер, путешествует в Силиконовую долину, опять-таки это большой источник вдохновения для всего мира и завязывает связи с глобальными китайцами, глобальными жителями Тайваня, которые живут там. И они вместе в общем решают создать индустрию венчурного финансирования на Тайване. Почему? Это чайно важно, потому что для любого технологического статапа финансирование, особенно на ранном этапе, является ключевым. Поэтому, когда вы создаете вот эту индустрию венчурного финансирования, вы создаете всю инфраструктуру. Ну да, это министр без портфеля. Все это воспринимают как некую причуду, забаву. Ну пусть, если так интересно, пусть попробует. Но тем не менее, какие-то средства у него есть. Он бывший министр финансов. Все-таки человек с очень большим весом, неформальным в правительстве. и они создают два пилотных фонда венчурных. То есть на паритетных условиях. То есть 50% вкладывает государство, 50% вкладывает частный капитал. И проблема с венчурными фондами, то, что создать их как финансовые институты проще простого. Это очень просто сделать. Но обычно у них возникает так называемый deal flow проблем. Проблема портфеля проектов. Нево что финансировать. То есть идей-то много, но проектов, которые готовы к финансированию, инвестиционных проектов, их нет. Поэтому возникает проблема, что идеи, которые есть у всех у вас, их нужно растить. Не выбирать из них, потому что выбирать, как правило, не из чего, а растить до проектов. Это два разные вещи. И вот теперь уже несколько членов диаспоры успешных из Силиконовой долины были приглашены в Тайвань, чтобы они этим делом занялись. Вот они занялись. Два фонда оказались очень успешными в таком режиме ручного управления, только не со стороны государства, со стороны диаспоры этого самого товарища Ли, министра без портфеля. После того, как два фонда оказались успешными, то серьезные игроки, которые раньше это воспринимали как игру детей в песочнице, решили, что, наверное, здесь что-то серьезное происходит, и нам необходимо тоже подключиться. Вот эта логика горизонтальных преобразований, о которых я вам пытаюсь сказать. Нельзя сказать, чтобы это была реформа снизу. Понимаете, когда ее инициирует министр без портфеля и человек с очень большим весом в правительстве, ну, это не снизу, это не эксперимент снизу, это не аргентина, но это и не реформа сверху, потому что, понимаете, первые 10 лет в общем товарищ занимался своими собственными изысканиями. Никто это серьезно не воспринимал. То есть вот эта пилотная инициатива могла совершенно запросто заглохнуть и никуда не развиться. Есть такой риск. но поэтому и говорится, что это некое преобразование на периферии государства, на периферии элиты, потому что, разумеется, мистер Элит это часть элиты страны, нет никаких сомнений, который постепенно убеждает всю остальную элиту, что то дело, которым он занимается, имеет смысл делать. То есть он не является ненормальным товарищем, хотя, разумеется, какой-то элемент, то, что называется крейзенность, должно быть, потому что иначе вы просто это дело не возьметесь, потому что зачем же такие риски. И должен быть такой горизонт планирования. Вы должны думать о будущем поколении для этого, а не только о том, что будет завтра. И вот постепенно этот импульс растет. Здесь изобрена некая диаграмма, которую я не буду пытаться рассказывать за неимением времени, но этот процесс здесь просто прослежен с точки зрения утечки мозгов. А то, как страна начала с утечки мозгов, очень серьезной, а по мере того, как создавались условия в результате вот этих всех инициатив, люди стали возвращаться. И теперь-то правительство Тайваня, у нее другая проблема. Они говорят, что поскольку все возвращаются, ну абсолютно все практически, то они теряют связи с и силиконовой долиной, и с экосистемами Соединенных Штатов, которые для них являются частями важными. То есть никто не остается там. То есть вот за 25 лет, ну скажем так, за 30, это время жизни одного поколения, произошли такие, такие, такие изменения. да? Теперь, ну вот вы здесь все очень молоды. Я не думаю, что вас... Я хочу сказать, что вот подобного рода логика, она же существовала на самом деле в Советском Союзе. И в диктором смысле именно от этой логики Советский Союз ставить и развалился. Существует представление о советской экономике как некой иерархической структуре, которая управлялась сверху политбюро, госпланом и вот всеми этими структурами, которые просматривали всю экономику сверху донизу или снизу доверху. Так, наверное, было примерно до 55-го года, до смерти Сталина и все, что с этим было связано. Доклад Хрущева в 56-м году и так далее, и так далее. Тем не менее, даже даже в этой системе были возможны эксперименты снизу. Открытие Самотлора, которое дало стране второе дыхание в 60-х годах, второе дыхание в том смысле, что были получены невероятно нефтяные доходы, после которых хрущевские реформы были просто забыты как ненужные. Фарван Салманов, он увел свою экспедицию в Самотлор, ослушавшись, у него не было на это санкции сверху. То есть, человек просто, что называется, пошел ва-банк. А поскольку он открыл Самотлор, то ордер на арест, который, разумеется, уже был по этому поводу выписан, Хрущев сказал, как его можно теперь арестовывать, мы его сделаем героем соцтруда. И он стал героем соцтруда, потом первым замминистра геологии и является национальным героем до сих пор и в своем родном Азербайджане, а также в Сургуте и в Нижневартовске. Его все до сих пор помнят, он умер пять лет назад. Но, понимаете, если бы он этого Самотлора не открыл, не повернул в свою геологическую экспедицию, он бы просто пошел в тюрьму. То есть, это вот такой венчурный эксперимент, который им тогда был возможен. У него были ресурсы, он был начальником большой геологической экспедиции. Военно-промышленный комплекс, вот эти все бюро, которые делали дизайн танков, самолетов и так далее, мало того, что у них были громадные ресурсы, они же в общем эти ресурсы получали без особенной координации. Именно поэтому СССР производил примерно в шесть раз танков больше, чем это было ему необходимо. Это были лучшие мере танки, но они не были особенно нужны. Понимаете, это вот та же самая инициатива преобразований сбоку, inside-out reform, когда крупное ведомство, но в данном случае это было министерство машиностроения, решает, что это нужно делать, оно делается. И координации здесь особо нет, потому что если бы она была, то не производилось бы в шесть расстанков больше, чем это необходимо. Но если это происходит каждый раз, и каждое ведомство подобного рода процесс инициирует, вытереть координацию полностью в системе. Собственно, что и произошло уже к середине 80-х годов, когда вот инициативы с разных центров, с разных центров притяжения, с разных центров элиты, они, собственно, систему растащили в разную сторону. То есть проблема была скорее в отсутствии централизованного видения перспективы, чем в бюрократизации. Но это так, в качестве сноски. Так вот, теория преобразований сбоку. Я хочу остановиться на ней немножко, потому что мне кажется, это будет в чем-то полезном в вашей работе. Было понятие в конце 19 века эпоха малых дел у народничества, когда стало ясно, что никакие большие дела маловероятны, то надо идти в народ и заниматься малыми делами, мир не изменят, но они могут быть полезны. Вот то, что я говорю о чем, это в общем-то малые дела, которые прорастают и которые меняют страну. потому что Тайвань, который был в 60-х годах, извините меня, в 80-х годах и Тайвань сейчас, это две страны, которые очень отличаются друг от друга. А все началось, повторю, с некой инициативы министра Беспорчеля. Так вот, что нужно в этом случае иметь? Это некий эволюционный взгляд на инновации и их поддержку. Вот тут некая картинка, мы говорим, что роль элиты это культивация инноваций. Нужно делать три вещи. Готовить почву, это научное исследование, образование, информация, это, так сказать, зерна в почву вбрасывать. И, в общем, в России это делается неплохо. Почва подготовлена. Вы этому являетесь примером. Потом это все дело нужно понимать. Для того, чтобы сад вырос, росточки нужно поливать. Это финансирование и поддержка инновационных проектов. И, опять-таки, в стране много разных инициатив. Форт Бортника, РВК работает. С поливом, в общем, тоже неплохо. Но нужно и пропалывать. Это конкуренция, дирегулирование, для того, чтобы были стимулы к инновациям. Потому что, если у вас очень много сорняков и растет, как правило, что-то не то, то стимулов делать свое дело может быть немного. С этим в России хуже. Вот проблемы с прополкой имеют место вычет, потому что экономика монополизирована, потому что конкурентная среда работает плохо. Но это не только в России такие проблемы. Дальше. Представление о том, что экономика неоднородна. Неоднородна и экономика, и элита. А это означает что? Что если у вас везде проблемы, проблемы с коррупцией, проблемы с неисполнением договоров, проблемы с отсутствием доверия, то да, это некая данность жизни. Но тем не менее вы всегда можете найти людей, которым можно доверять. Всегда можно найти высокопоставленных чиновников, которые не коррумпированы, которые творчески делают свое дело. Ну и соответственно неоднородна с мотивацией и горизонтов планирования. Потому что если это чиновники творчески делают свое дело, значит у них есть соответствующая мотивация. Сети поиска как механизм. То есть в этой среде непросто функционировать, скорее всего вы функционируете за счет того, что вы создаете вот эти самые сети поиска. Группу людей, которые позволяют вам решить проблему. то есть если вы сами ее решить не можете, а это нормально в современном мире, вы не обязаны знать все. Вы можете найти человека, который вам это поможет решить. Если он этого не знает, то он поможет найти человека и так далее. В конечном итоге найдете человек, который эту проблему решит. во всех этих историях, которых я вам рассказываю, там всегда эти сети поиска возникали. В случае Тайвани это были люди из диаспоры. Они по-разному возникают, но они есть. Search Networks на английском языке. Такое понятие на русском языке я перевожу как сети поиска. Две метафоры, которые полезно иметь в виду, архимедов рычаг преобразований. То есть те исключения, которые есть, например, сама инициатива осколкова, это исключения. Это некий архимедов рычаг, который вам позволит преобразовать землю. Помните у архимеда было такое дайте мне точку опоры и я подниму землю. Вот это самая точка опоры, которая вам позволит в буквальном смысле почувствовать почву под ногами. В Аргентине даже статистики нет, вы даже не можете понять насколько экономика развивается. Официальный курс доллара отличается от того, что вы можете получить на любой скине, на любом углу вам поменяют доллар, но при этом вам поменяют доллар и дадут нефальшивую местную валюту. То есть доверие все-таки есть. В сам несколько раз все время такие эксперименты проводил. То есть почва под ногами и архимедовые рычагы есть. А революционная постепенность оксиморон практически намеренный, решение революционное состоит из последовательности шагов. Потому что революционное решение на Тайване индустрии посевного финансирования, которое в начале 50-х годов никто даже не понимал, что это возможно. Вот вам последовательность шагов. Оно возникает как шаг за шагом, очень постепенно. Поэтому это революционная постепенность. Неоднородность элиты. Вот это на самом деле мне кажется самая интересная и самая спорная часть этих всех рассуждений. Понимаете, тут потому что есть всегда две мотивации. У вас есть мотивация на ренту, грубо говоря, получить доход у государства и что-нибудь украсть. Называется рент-сики. Или не украсть, но по крайней мере использовать те программы для того, чтобы получить краткосрочный эффект. Например, распил государственных денег. И есть квази-рента. Инновационная рента. Это то, что вы получаете в результате своих изобретений. Патент является образцом квази-ренты. И вот тут возникают как бы некие такие скачки. В долгосрочном плане квази-рента, это понятие было введено шумпетером, то, что является результатом инноваций, то, что вы пытаетесь сделать, она, как правило, на порядок больше. То есть, если применить собственный ум и создать собственную фирму, и эта фирма вырастет, ну, это миллион долларов, да, вот, Сергей Брин, Брин, гораздо интереснее, чем пытаться получить субсидии государства, ренты. Но разные горизонты планирования. Украсть-то можно сейчас, а получить инновационную ренту можно через какое-то время, через 10 лет примерно, или больше. Ну, по крайней мере, нужно потерпеть. Так вот, в экономиках типа России, Аргентины, Китая, Индии, можно часто увидеть смешанную мотивацию. То есть, это очень важно, потому что вы с такими людьми, наверное, будете встречаться. То есть, мне, может быть, пилить государственные ресурсы уже неинтересно. Я, может быть, что-то сделаю более интересное для себя, с большим горизонтом планирования. То есть, могут сочетаться две вот эти мотивации в разных пропорциях. И в той мере, в которой мотивация долгосрочная будет превалировать, таким образом экономика будет развиваться. Я, может быть, сейчас говорю очень не связанно, потому что по этому поводу есть разные модели. И с формулками всегда говорить проще. Мне сейчас приходится говорить без формулок. Но, тем не менее, это может быть интересно. Часто проблема не в мотивации, то есть, не в том, что люди не мотивированы, а в неумении находить как бы нужные компетенции. Поскольку, если нет доверия, а свои не умеют что-то делать тем людям, которым я доверяю, я не могу уже обратиться к чужим. И так возникает какое-то разделение на свои и чужих. То есть, слабость институтов возникает как проблема кадров и компетенций. Рента это некий повышенный доход по сравнению с тем, что вы можете получить на рынке. патенты вам дают защиту от конкурентов до какое-то время. Экспортные субсидии и субсидированные кредиты, которые, например, выдавались в Корее и в Японии и других азиатских странах, это тоже пример такой ренты. То есть, вы получаете государству субсидию, но вы получаете ее не просто так, а только в той мере, в которой ваша продукция экспортируется. То есть, вы продемонстрировали то, что вы способны что-то делать на мировом уровне и, так сказать, арбитром является мировой рынок. И опять-таки, вот эти рентные возможности от научного потенциала, знаний, науки, творчества, а не только от природных ресурсов, они очень велики. Так. метафора Архимедова рычага, вот здесь у меня уже не хватило запала, и здесь, к сожалению, написано на английском языке. Но смысл заключается в том, что институты, которые являются вашими союзниками, их, может быть, не так просто найти. Опять-таки, когда большинство государственных чиновников ориентировано на получение краткосрочной ренты, работать непросто, но всегда есть исключения, и на эти исключения можно опираться. вот тут собственно написано, каким образом вот этот принцип Архимедового рычага работал в моем тайваньском, в моем примере Тайваня. то есть в начале существовала некая сеть очень успешных людей, людей, которые сделали в себе имя и репутацию из тайваньской диаспоры в Силиконовой долине, министр без портфеля и его друзья, которые видели в общем то, что они делают и развивают не только как проблему, как некий вызов. И они сделали что называется стратегическую ставку, стратегик бет термин, а английский уже научный. Если у нас получится, то нас ожидают очень большие квази-ренты, то есть те ренты, которые могут получиться, когда разойдется инновационный кластер. Это в репутации, в самоактуализации, в профессиональном продвижении и так далее. То значит это есть мотивация для чего стараться. Начиналось это все сначала на то, что называется на организационной периферии и не было воспринято серьезно опять-таки игра младенцев. пускай порезвятся и попробуют что-то сделать. Не было готовых решений. Вот это очень важно понимать. То есть были какие-то представления, что силиконовая долина является образцом, но никаких готовых решений не было. Приходилось конструировать глобальные сети поиска, которые эти решения создавали. Каким образом сделать дизайн венчурного фонда? Таким образом сделать дизайн венчурного фонда, чтобы появился портфель проектов? И так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге демонстрационный эффект, история успеха, вот они стали ключевыми. И вот некое соображение по этому поводу для вас. Вы как бы находитесь, я вижу, что большинство из вас очень молоды, это замечательно, и может быть конкретных успехов в создании ваших фирм может быть не так много, но когда они появляются, вот нужно не стесняться их делать достоянием гласности, нужно не стесняться их праздновать. Грубо говоря, страна должна знать своих героев. Вот одна из проблем России заключается в том, что страна этих героев не знает. А если она их не знает, то как бы не возникает новая история. Вот здесь же я рассказал о том, как возникает новая история страны. А истории это те, как бы вот новая история, это то, что мы рассказываем своим детям, своим близким, своим знакомым. Они начинают в это верить, и так возникает новая история. Поэтому истории успеха, так, чтобы их знали все, но если не все, то по крайней мере ваши близкие и знакомые. Вот не нужно быть ложно скромными, пожалуйста, делитесь ими, это очень важно. В тайваньском примере было много скептиков, которые говорили, что при чем здесь Силиконовая долина и при чем здесь мы. Тем не менее, вот у них получилось. я очень быстро пройду по подкоснусь две других страны. Норвегия, есть три страны в мире, которые являются по структуре производства и по структуре экспорта развивающегося. то есть у них экспорт состоит как и у России из природных ресурсов это Норвегия, Австралия и Новой Зеландии. Но тем не менее, страны с высоким уровнем дохода, почему? Потому что они как бы научились применять знания в своих областях. То есть Норвегия является мировым лидером в мире по добыче нефти под водой и она сейчас добывает эту самую нефть, например, в шельфе Бразилии. Но она научилась этому за 20 лет. Буквально. То есть нефть у побережья Норвегии разумеется нашли не норвежцы. Они представления не имели в общем что это такое. Это нашла американская компания одна из шести сестер и они называли норвежцев сначала белые негры. Потому что их приходилось учить всему как бы заново. За 20 лет примерно город Ставангер 120 тысяч человек создан там где находится штаб-квартира Статойла это главная компания которая была до какого-то времени недавно у нас совсем государственной создан вот кластер мирового уровня в области в области нитерной промышленности. То есть вот как бы не нужно думать что будущее инновационное только в области информационных технологий. Если бы Россия или по крайней мере российская нефтяная промышленность Роснефть могла стать немножко статойлом это была бы другая страна я имею в виду России. Но отдельная история я ее немножко коснусь. Сразу уже позвонили товарищи. Китай Китай это в буквальном смысле лаборатория преобразования сбоку вот этих самых inside out точком и вот это замечательное слово вдохновения которое я слышал много раз когда я подслушивал ваши представления и беседы вот для меня разумеется это Китай потому что Китай это лаборатория преобразование сбоку о которых я говорил то есть их там чрезвычайно много начинаются они обычно на оригинальном уровне давайте попробуем какие-то пилотные проекты пилотные проекты пойдут мы их очень быстро масштабируем начинаются они на организационной периферии какими-то какими-то отдельными лидерами и опять-таки их очень много существует некая система оценки то есть вот очень многому в этом смысле можно получиться у Китая не только потому что это вторая экономика в мире вторая экономика в мире по научным затратам и так далее но в этом принципе как они делают национальные эксперименты и каким образом они их масштабируют и делают национальными реформами две зарисовки для России сколько у меня времени еще есть есть две зарисовки для России очень буквально штрихом реформа высшего образования и науки то что вот всех нас как касается три три главные проблемы реформа в лоб и сверху вот в этой области не просто сложна но она в общем практически невозможно во-первых это консерватизм и сильная группа интересов университеты это нужно понимать этот университет и церковь это единственные сохранившиеся в мире средневековые институты они поменялись очень мало поэтому они очень консервативны и это в общем в этом в общем их сила это хранители традиций прежде всего поэтому если вы пытаетесь поменять как бы сверху непосредственно то результат будет не очень хороший теперь вторая проблема это контекстуальность проблем решаемых наукой в общем-то за исключением чистой науки фундаментальной науки наука решает какие-то конкретные проблемы да это говорит о том что любые формальные критерии как бы вы их не подбирали индекс хирша публикации международных журналах и так далее вот они все будут недостаточны а если вы хотите сделать реформу высшего образования то там как правило всегда возникают проблемы какие показатели да и третья проблема это очень сложно разработать детальный план реформ который был бы одновременно полезен в работе и был бы детален то есть грубо говоря это как участка пошел в одну кому-то попал в другую так вот примерно три года назад опираясь на опыт опять-таки китая мы разработали совместно с моими коллегами программу которая называется 1000 лабораторий как это обычно бывает в жизни она не состоялась в в россии то есть программа 1000 лабораторий это было но немножко не то что мы то есть совсем не то что мы хотели но нам удалось ее реализовать в казахстане потому что в казахстане есть проект мирового банка и и как-то у нас больше возможностей для действия идея такая да вот у вас есть очень большая неонародность науки высшего образования опять-таки моя мантра которую я если вы что-нибудь запомните из этого рассказа то вот проблем слово неоднородность то есть опять-таки научных коллективах много большинство из них можно скажем так много может быть довольно консервативный косный но в них есть жизнеспособные коллективы вот давайте рассматривать научную лабораторию как внутренний венчур в научном институте да и идея реформы заключается в том чтобы дать возможности для этого внутреннего венчура отделиться от основной основной части и стать самостоятельным коллективом собственно так произошла реформа науки высшего образования по крайней мере прикладной его части в Китае были созданы условия для создания научных спин-оффов от существующих институтов и этот подход хорош тем что вы как бы даете возможность всем преобразовать свою деятельность и образовать новые альянсы то есть вы не говорите что вот такой-то институт должен с первого января такого-то года функционировать так-то самостоятельными коллективами маленькие институты мы делаем так чтобы они имели доступ к лабораторной базе вот собственно такова была идея тысячи лабораторий я ее сейчас не буду не буду значит рассказывать это то что мы пытались сделать с Чириной Дежиной и Алексеем Пономаревым в 2013 году в России с этим возникли проблемы но вот в Казахстане в общем-то получилось в Казахстане получилось потому что в наших руках был конкурс был объявлен конкурс между младшими научными сотрудниками они получали примерно полмиллиона долларов на три года и то что мы называем синие ресурс это предполагалось что это будут люди мирового уровня в переводе на русский язык все несколько не так звучит потому что старшие научные сотрудники старшие научные сотрудники опять-таки имеют не то немножко звучание но это синие люди которые уже с положением так вот они получали на три года полтора миллиона долларов то есть это некая существенная сумма на которой на которой что-то уже можно сделать и опять-таки это было не на 20 минут и не на полгода а на три года был создан некий совет международный в который входили эксперты по коммерсализации знания которые были менторами вот этих научных коллективов и как бы они помогали им выводить свои научные разработки на рынок когда мы начинали этот проект около 6 лет назад в Казахстане министерство образования и науки считало что это ну в общем это все игрушки сейчас это самый их любимый проект потому что 33 33 проекта уже продемонстрировали 33 научных коллектива продемонстрировали уже какие-то какие-то продажи на мировом уровне за эти годы было 3 конкурса проведено опять таки экспертиза полностью независимая что очень важно для таких стран как Казахстан Россия где все друг друга знают и в общем вероятность того что что грант достанется этим самым своим знакомым он он велик вот эта идея формирования спин-оффов жизнеспособных спин-оффов из существующей научной инфраструктуры опять таки она сработала в Казахстане вот есть некая вероятность что она может сработать и в России речь идет о долгосрочных грантах на 3-5 лет там где создаются конкурсные условия для какой-то структуры для лабораторий и мы в общем не так уже заботимся о существующих научных организациях конечно там их тоже нужно финансировать но я сейчас говорю о о том как поддерживать нового новое теперь вот чрезвычайно важный я бы сказал вопрос жизни и смерти для российской экономики как сделать нефтегазовый сектор немножко Норвегии поскольку это центральная задача она наверное вас не очень касается но я ее немножко коснусь здесь вот идея заключается в том чтобы создавать так называемые стратегические пилоты некоторые лаборатории совместные между научными коллективами существующими компаниями международными игроками которые бы которые бы делали четыре вещи они одновременно бы занимались подготовкой кадров исследованиями и разработками производства предпринимательской деятельности и были и в них были какие-то институтальные подвижки так чтобы у этих людей было в общем интерес внедрять инновации а опять-таки не просто производить не просто производить научную продукцию которую можно публиковать вот буквально в коммерсанте на прошлой неделе я нашел пример что новосибирский университет и бейка хаджи займется моделированием нефтяных месторождений это вот один из пример подобного научного консорциума обратите внимание что это все происходит сейчас несмотря на санкции то есть если бейка хаджи заинтересована в компетенциях новосибирского университета а новосибирский университет считает себя достаточно уверенно что он может что сделать с этой нефтесервисной компанией это третья нефтесервисная компания мира то они вот значит делают такой научный консорциум и никакие санкции в общем не помеха потому что санкции относятся к чему-то tangible к чему-то то что можно потрогать здесь мы говорим о производстве знания хорошо бы сюда добавить пришпандолить какую-то компанию российскую типа сургут нефтегаз или что-нибудь в этом роде чтобы они тоже внедряли подобного рода решения ну вот в этом направлении сейчас например мы совместно с правительством ханты-мансийского округа разрабатываем сургутский инновационный комплекс которым будет университет и который построен вот на принципе вот этих консорциумов то есть поскольку мы создаем практически с чистого листа комплекс не совсем правда там уже существует университет довольно молодой существующий в сургуте но новый будет построен на новых принципах на принципах вот такого соединения науки производства если говорить старыми лозунгами соединения подготовки кадров неокр производства предназначенной деятельности и каких-то институциональных реформ которые бы приводили к каким-то конкретным результатам и первое о чем мы думаем это консорциум по повышению коэффициента отдачи пласта это вот совершенно горячая проблема для России очень низкая отдача пласта в два раза ниже например чем в Норвегии то здесь можно много чего добиться если каким-то образом так вот я уже подхожу к заключению и что важно мне кажется вот в тех историях которых я вам рассказал из опыта Израиля Тайваня Советского Союза Китая Норвегии это опять-таки вот это понятие revolutionary incrementalism революционная постепенность когда вы в общем занимаетесь революционным решением решением которое изменит страну но оно состоит из последовательности шагов начинается с чего-то незаметного с некого малого дела которое поскольку оно вы вовлекаете в него все новых новых людей оно растет и постепенно превращается из эксперимента в крупный эксперимент а в конечном итоге преобразует страну как это произошло в Израиле офис главного ученого в 69 году непонятно что такое а потом программа Йозма которую все завидуют и которой всех учатся потом это через сколько 69 90 через 20 лет но это нужно прожить но тем не менее можно логику увидеть что что это означает что вы видите минусы и проблемы государственного и частного секторов но вы преодолеваете шаг за шагом вы опять таки пытаетесь найти работоспособные динамичные сегменты вот эту внутреннюю неоднородность находите наиболее эффективные решения и помогать им соединяться находите общее решение и по этому поводу возникает реформа или динамика которая не столько снизу или сверху сколько сбоку поскольку находятся неожиданные точки вкода чтобы разблокировать узкие места вот это то что на панлиске называется inside out reform как круги по воде вбрасывается некой некий камень и вот эти круги по воде такую динамику создают некую динамику я намеренно не пытался какую-то цельную лекцию прочесть или рассказать а рассказать серию историй и некую логику которая их мне кажется объединяет ровно потому что это позволит преобразовать то вдохновение которое у вас существует и присутствует почему в этом зале так хорошо находиться энергетика замечательная какие-то конкретные дела спасибо большое аплодисменты аплодисменты здравствуйте здравствуйте дмитрий майданек меня зовут у меня к вам вопрос у вас была там интересная идея по поводу ренты и квази-ренты да вот я не являюсь экономистом прошу простить если я буду неправильно терминно говорить мне просто вспомнилась сразу идея ну это не идея аузана он просто ее немножко рекламирует по поводу колеи что есть две группы стран группа А группа Б вы знаете конечно да вот у меня сразу вопрос какая тут причинно-следственная связь то есть наверняка вот эти страны у них различное соотношение вот этой ренты и квази-ренты для того чтобы развивалась квази-рента необходимо сначала условия институциональные либо развитие квази-ренты инноваций способствуют изменению института государства ну вы задали очень хороший вопрос как бы вот вся мотивация моего рассказа заключается в том чтобы сказать что второе второе конечно то есть кокова не зря что мы не можем ждать милости от природы то есть институциональные условия ждать бесполезно хороших аппетит приходит во время еды вы улучшаете институциональные условия вот вы вот сейчас если не сейчас как только вы начнете делать конкретные проекты с каждым проектом институциональные условия улучшаются потому что у вас возникают и соратники единомышленники которые понимают о чем идет речь которые настроены на квази-ренту поэтому они улучшаются они улучшаются вот такими вот может быть приращениями поэтому я говорю о постепенности но если это кумулятивные изменения то есть в любом случае должен быть большой горизонт событий ну то есть невозможно планировать на небольшой то есть да если вы это длительная длительная работа если вы ориентируетесь на квази-ренту конечно есть некая вероятность что вы изобретете нечто такое что завтра вас сделает знаменитым но вот собственно вся индустрия культурная на этом основана меня могут скрутить я стану знаменитым певцом а вот в большинстве это не так то есть конечно надо подождать и в странах с плохим инвестициональным климатом там где вот эффект колеи по выражению Узана существенно конечно приходится ждать больше потому что проблем больше если говорить честно то у вас вероятность неудачи выше но только и всего у вас риску больше но это не означает что вы не можете и вы выиграете вот понимаете вы выиграете в двух смыслах вы создаете собственную фирму которая прирастает и вы улучшаете инвестициональную среду вот это важно замечательно спасибо добрый день Головинов Евгений спасибо большое за интересную лекцию у меня вопрос в плане вашего анализа опыта работы в других странах вот вопрос интеллектуальной собственности вот в нашей стране например если брать научно-исследовательские институты то их продукция интеллектуальная она по большей части является собственностью либо академии наук либо сейчас федерального агентства ну кто является заказчиком а как вот вы говорите организовать собственные предприятия вот как вопрос интеллектуальной собственности для выходцев из научно-исследовательских институтов, как он решается, или как вы рекомендуете его решать? На это как бы есть два ответа. Первый ответ, что страны принимают нечто похожее на так называемый долл-акт, который закрепляет, вернее, дает возможность закрепить интеллектуальную собственность за теми, кто ее произвел. В данном случае за коллективами. Но на практике это все равно результат торга. Это результат торга, потому что университет или научный институт тоже же вложил что-то. Поэтому конкретный ученый и этот самый университет и в Штатах, и в Великобритании, там, где в этом смысле самые лучшие условия, все равно торгуются. То есть элемент торга присутствует. Это дает, так сказать, и возможность ответа на мой честный, такого более честного и более конструктивного ответа. Вот в тех конкурсах, которые мы объявили в Казахстане, там, конечно, необходимо было применить когда-то и административный ресурс министерству. Они говорили, что вот вы институт, вы не хотите передавать права, вам придется их передать, потому что мы так хотим. То есть какая-то воля сверху, инициирующая импульс, как с какого-то верху, не самого-самого, в случае Казахстана это был министр, она должна быть. Но опять-таки, я повторяю, что это предмет торга между агентами. Здравствуйте, меня зовут Ксения. У меня такой вопрос. Вот в самом начале доклада вы рассказывали, когда про разные страны, вы говорили про кластеры разные. Я работаю уже больше года в Центре кластерного развития Томской области и примерно знаю, что такое кластеры в России. Мне бы хотелось понять, что подразумевается под кластером, когда вы говорили и упоминали об этом. Спасибо. Это вопрос определения. Для меня было важно, когда я рассказывал некую критическую массу. Критическая масса компетенций, которая позволяет вам выйти с интеллектуальной продукции на мировой рынок. Определить критическую массу формально в каждом конкретном случае сложно. Но сам факт того, что вы продаете некоторую интеллектуальную собственность, будь то вино с высокой степенью обработки, которое дорогое, с брендом, то есть интеллектуальная собственность заключается в разного рода брендах, или это спутники, но тем не менее, которые получают признание мирового рынка, нужна критическая масса компетенций. То есть некое коллективное действие. Вот это, мне кажется, центральное. То есть это объединение компаний, да? Не обязательно формально. Это способность компаний работать вместе, и способность компаний работать вместе с университетами и научными коллективами. Это скорее способности кооперации и коллаборации, чем какое-то объединение. — Меня зовут Анжела Сатурова, и, если позволите, корыстный вопрос. Функции или деятельность Всемирного банка, которую вы сейчас представляете... — Я не представляю, я говорю только как человек. — Как человек. — А вот то, что вы делаете в плане того же самого Казахстана, это инициатива ваша как человека или как Всемирного банка? — Это Всемирного банка, да. Тогда можно кратко о вот этой деятельности, с той позиции, что, может быть, кто-то из нас, и я в частности, сможет со своими проектами обратиться за помощью? Спасибо. — Нет, это хороший вопрос, корыстный, но вы обратиться не можете, потому что Мировой банк работает только с правительствами. Если правительство... Да, это же государственная организация, она работает... Заем дается правительству, и это заем, который готовится годами, это бюрократическое. А для вас существует международно-финансовая корпорация, которая работает с частным сектором, но они работают только с крупными проектами. Вот, поэтому Мировой банк — это не про вас. Ясно, спасибо. — Можно секунду? Вот по тысяче лабораторий... Дмитрий Мельников, Владикавказ, по тысяче лабораторий проект. Какие риски закладывали в этот проект? То есть какой выход? Сколько из тысяч лабораторий планировалось вывести на какой-то уровень? И какой результат получше? Я, опять-таки, я не могу сказать, потому что то, что было принято, мы к этому отношения не имели. Я могу сказать по опыту Казахстана, что мы как бы планировали, что две трети проектов будут успешными. Но вот получилось, что успешными 80% проектов. Успешными в том смысле, что люди публикуются, и люди создают некий интеллектуальный продукт, который они начинают продавать на мировом рынке. Но, опять-таки, это же как в венчурном финансировании. Очень многое зависит от того, в какой степени вы создаете сеть менторов, которые работают с этими проектами. Если вы просто им даете деньги, отправляете их в свободное плавание, не заботитесь о том, как они решают проблемы интеллектуальной собственности. Вот вы вопрос задали. Не заботитесь о том, как они пытаются свои навыки и компетенции улучшить, для того, чтобы они могли выйти на мировой рынок. Даже если этот рынок российский, для Казахстана это уже часть мирового рынка, то, скорее всего, будет процент успеха 10. Какие-то там живчики, которые через асфальт пробились, потому что они такие уникальные, исключительные. То есть это зависит от той поддержки, которую они получают. Не идти деньгами. Деньги – это самое простое. А компетенцией, исправлением ошибок. Здесь же идея в том, что вы пытаетесь мимик, то есть сымитировать, сымитировать – плохое слово, повторить опыт венчурного финансирования, там, где венчурный капитал в классическом его понимании не просто дает деньги, но участвует в управлении, к преобразованию научной сферы. Примерно вот это мы сделали в Казахстане. Там ключевую роль, на самом деле, играет Международный совет по коммерциализации, в который входит 7 специалистов в этой области из-за примерно 6 стран мира. Один из них из России, проректор НГУ, Нитесов, и там 6 человек из других стран мира, которые регулярно приезжают в Казахстан, общаются с этими фирмами, пытаются, то есть не пытаются, а каждый тренш выделения денег, он зависит от решения этого совета. То есть это такое постоянное менторство. Ну и пытаются также помогать в решении их проблем. То есть это зависит от того, какую поддержку вы этим коллективам оказываете. Тимофеев Алексей, у меня такой вопрос. Вы упомянули про три кластера в Аргентине. Можно ли ожидать, что Аргентина станет следующей в ряду таких стран, как Южная Корея, Тайвань, Израиль и так далее, что она вырастет? И вопрос связанный. Видите ли вы в России создание таких кластеров или каких-то признаков того, что будет вот такой вот рост и повторение истории успеха других стран? Спасибо. Вопрос про Аргентину нет. Я не ожидаю. Я не ожидаю по двум причинам. Первая причина достаточно простая. Как бы траектория Аргентины, как и России, впрочем, это не траектория Израиля, Южной Кореи или Южной Кореи. Южная Корея, Израиль, Финляндия – это те страны, которые тратят 4-5% своего дохода на научные исследования. Это, грубо говоря, модель суперзвезды. Вы пытаетесь стать мировыми лидерами в чем-то, как правило, это инновационные технологии. Есть другая траектория инновационного развития, которую я затронул. Это Норвегия, Австралия и Новая Зеландия. Вы не пытаетесь стать суперзвездой ни в чем. Но вот вы в Австралии создаете горнодобывающую промышленность, которая является лидером во всем мире. Они, например, владеют всеми шахтами в Чили. Почему? У них компетенции есть в этой области. И они производят не только на гора медь или что-то такое. Они производят услуги, которые управляют шахтами и создают добавленную стоимость. Вопрос для Аргентины и России. Могут ли они стать второй Австралией или второй Норвегией? Это первое. Ответ для Аргентины – нет. Нет. Потому что действительно национальные условия таковы, что вот есть исключения. И слава Богу, они будут развиваться. Но все-таки слишком слаба национальная страна, слишком медлака. Коррупция, вот это соотношение между рентой и квазирентой, оно сдвинуто в сторону ренты очень серьезно. Чили, да. Чили, скорее всего, через 10 лет станет, как Австралия. Но так они такую задачу перед собой ставят. Про Чили я не рассказывал, потому что это, в некотором случае, фантастика. Для России. В России, разумеется, есть подобного рода примеры растущих кластеров, подобные растущие, как в Аргентине. Томск, например. Томский кластер. То, что делается в Новосибирске. То есть, мы, скорее, находимся на уровне Аргентины, тогда, когда есть много... Я поправлюсь. Есть хорошие примеры инновационных кластеров. И их нужно развивать. Вот я остановлюсь на этом. Пока. Что будет через 10 лет, не знаю. К сожалению, у нас временно вопрос закончился. Еще раз большое спасибо. Да. Большое вам спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok